В отделе рукописей и редких книг Казанского федерального университета начались съемки документального фильма. Короткий метр о университетской библиотеке войдет в серию фильмов о крупнейших библиотеках страны. Тему продолжит наш корреспондент Роберт Хасанов. Специальный проект «Картотека библиотеки» — это цикл документальных фильмов о четырех крупнейших библиотеках России. Съемочная группа уже посетила Государственную публичную историческую библиотеку в Москве и Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге. Финальной точкой в съемочном процессе станет Российская государственная библиотека в Москве. Каждый раз каждая библиотека становится главным героем фильма. Одна в фильме. И про нее мы рассказываем. Съемочной группе предоставлена возможность рассказать об историческом наследии библиотеки, первоначальных коллекциях и самых уникальных собраниях. Речь идет о коллекции гравюр, а также о редчайшей восточной коллекции книг, куда входят уникальные собрания по арабистике. Заведую отделом рукописи редких книг, который состоит у нас из двух секторов. Из сектора русских и западноевропейских рукописи редких книг и восточных рукописи редких книг. Конечно же, у нас есть отдел организации обслуживания в читальных залах и на абонементе. То есть тех книг, которые могут читатели только лишь в читальных залах, с ними работать, а часть, которую можно выдавать на абонементе. Перед съемочной группой стоит задача красочно рассказать о библиотеке при Казанском федеральном университете. В этом им помогают эксперты-историки, литературоведы, филологи и, конечно же, библиотекари с большим стажем. Когда мы приходим в библиотеки и говорим себе, ну-ну-ну, попробуйте рассказать. Здесь, наверное, одни старушки с пучками, которые говорят, что все нельзя, надо заполнить требования. И вообще, часто молодые люди боятся ходить в библиотеки, потому что там все нельзя и тишина. Нет, мы хотим сломать эти стереотипы. Внимательный зритель уже заметил, что из четырех объектов лишь университетская библиотека находится, так сказать, в провинции. Спешим вас расстроить. Дело совсем не в местоположении библиотеки. Главный аспект, на который обращали внимание создатели проекта, это уникальность места. А уникальность университетской библиотеки далеко не в том, что она находится в провинции. Казань, понятно почему, потому что это одна из важнейших и старейших библиотек в стране. Ну и, конечно, это, ну, в том числе этот комплекс зданий университетских, ну, он потрясающий. Просто эстетически это важно. Премьера документального фильма состоится в ноябре этого года на сайте университетской библиотеки. К сожалению, больше подробностей рассказать мы вам не можем. Сами понимаете, за спойлерем самое интересное. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюс.